Слава Иисусу Господу! И вот сегодня я напомню вам слова из Евангелия от Иоанна, первые слова. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было у Бога. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеку. И свет во тьме светит, и тьма не объявла его. Был человек, посланный от Бога, имя Ему, Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к Своим, и Свои его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. «И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». И Иоанн свидетельствует о Нем, и восклицает, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли, и благодать нам не далась». «Ибо закон, дам через Моисея, благодать и истина произошли через Иисуса Христа». Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в небе очерк, Он явил. Аминь. 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 О, спасибо тебе, Господь. Благослови нас сейчас. Благослови, кто в записи потом будет смотреть, все это в служении, пробовать. Благослови Господь всем, братьям, сестерам. Боже, и это Слово Твое, которое сейчас прозвучало, из Иоанна Благодарна. «Пусть оно будет нам напоминанием о Твоей великой любви, о том, что Ты есть свет, как Ян пишет в послании, и нет в Тебе никакой тьмы, что действительно Ты есть свет наш. Слава Тебе за все». Аминь. Аминь. И друзья, братья, сестры, дамы, господа, по-новой плане, по-новой плане, по-новой плане, по-новой плане. Красиво. И вот, как Вы сказали, что в период, в период, в период, что по-новой плане будут через... Как это будет? Вот. Обрати? Да. Обрати, чеяра. Вот, очень красиво. Обрати, чеяра. То, тем более, те, че приймают безмирку благодать, безмирную благодать. Благодать безмири. Благодать безмири. Постоянно приймают благодать. И дар праведности. Справедность, как дар, как подарок. Не как дела, а как подарок. Панувателем жить через единого Иисуса Христа. Так вот, чтобы понимать, значит, надо это благодать принимать. Да, принимать. Постоянно принимать благодать и уже знать, что ты праведный. И дар праведности. В украинском гимне, говорится, поешь там, запануй ему, мы брать, да? В родни стороне. Запануй его. А как, вот, многие так и до сих пор, хотя в гимне поешься, да, украинский, но многие так и не знают, как же мы будем панувателем. Панувателем. И еще одно место, на цемь теме. На цемь теме. Глава 8, начало. Начало 8, мою главу. Отже, немає нині ніякого осуду тим, котрі у Христі Иисусу живут не за хвостю, але за Духом. Бо закон Духу життя у Христі Иисусу звільнив мене від закону гріха і смерти. Амінь. Тут велика, велика мудрість Божа у цьому. Як панувати, як жити, як жити, жити у Христі ісусі не за хвостю, а за Духу. Як жити? Тут написано. Отже, немає нині ніякого осуду. Коли немає осуду, коли ти себе не посуджуєш, а приймаєш благодатні, як праведність, тоді ти живеш в Ісусі Христі за Духом, а не за Хвостю. За Духом, а не за Хвостю. Тому що це великий гріх оскуджувати себе. Ну, як ви сказали, вначай, хто є такий, щоб осудити? Тому суття є хвостю. Амінь. 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 І ось, щоб панувати всіму житті, щоб не хворіти, щоб приймати благодать, щоб приймати все те, що нам 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 Бог дав всі ті клавословіння, Авраама, Авраама, через Ісуса Христка, вони належать нам, щоб їх взяти, вони належать нам юридично, щоб взяти їх фізично, треба зробити перший крок. Жити в Христі Ісусі не по плоті, а по духу, а як жить, жить по духу. Перше, немає німі ніякого особу. Не ослужувати себе. Амінь. Гершим, це перше. Я по Христі Ісусі. Так. Амінь. Все, всі, які прощені, це що, значить, можна грішити? Ні, не можна грішити. Ми ж не прийшли до Бога, щоб грішити. Ми ходили, ми раніше ходили в світі, і грішили їх. Ми прийшли, щоб до Бога, щоб освячуватися. Амінь. І перший, перший крок, щоб освячуватися, це неосвячуватися. Амінь. 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 Терпи. Да. Вітаю. Да, вітаю. Ми сьогодні вже і двох прославили, і двох. І Іван Деатриан з першого руху, саме почав. Почав. І то було зімаємо, а це зімаємо послання, я тоже прочту. О том, що було от начала, що ми слухали, що виділи своїми очами, що рассматривали і що осязали в руки наші. О слові жизни. Опять, це слово, так? Жизни. Ібо життя явилась, і ми бідели, і свидетельствуємо, і біждяємо вам сію вечну життя, котре було у Отця, і явилась нам, о том, що ви бідели і слухали, біждяємо вам, щоб і ви біли общення з нами, а наше общення з Отцом і Сыном Йому, Ісусом Христом. І сие пишем вам, щоб радість ваша була совершенна. І вот благовестие, яке ви слухали від Него, і відвіщаю вам, Бог є сверх, і немає в Нем ніякій смутнений. Амінь. Амінь. І, знаєте, я хочу чим подивиться. Таке інтересне було інтересне було проішествие Вчера, к тому, що я посмотрел мою там парк-кьоту-запись в шабат, я, значит, утром пошел на молитву і взяв з сабу камеру, штатив, потім запишу, не знаю, Бог, біон на сейсіхі іногда включаю, а не включаю, по-разному. А це так, прям, як-то так, расположення було. Даже пока по парку прогулився, я сподіваюся, і в мене чеки воно три, треба включити. Я даже на конце не знал, что вам скажу, потому что надо включиться. И там у воды место было хорошее, мало людей. И так молюсь, там не мешает мне, молюсь, полку просто дает. И включил тоже камеру, и тоже прочитал «Городский зиман» для «Тиана». И рассказал свидетельство своем, вновь там напомнено. И вот вам хочу тоже напомнить это свидетельство своем. Прославить Бога хочу. Вот. Давное, старое свидетельство, даже самому сейчас, сейчас вы верите, что это было со мной. Вот, тогда был совсем другой человек, абсолютно. Тогда был еще юноша, совсем. Вот. И в 80-е годы еще были в Советском Союзе, еще я в армии слушал. Вот. И там были эти искушения, и гонения такие испытал я в своей жизни. Такие серьезные первые. Вот. Не, ну первые самые, конечно, как верующие испытал я еще в семье. Вот. От самых родных убийств, это было самое тяжелое было, конечно. Еще два дня. Вот. Когда родители отрекровались от меня. Вот. Мама, баба. Вот. Вот. Ультиматум ставили мне. Ну, вначале по-хорошему. Папа пытался по-хорошему. У меня надо так, от Бога, от веры, вот, отвалить, от церкви. Вот. И он у меня очень добрый был такой человек. И он так, ну, хотел меня убить. Ну, так, ну и желание исполнить. Вот. И, а я мечтал в свою мастерскую. Я работал в училище, заканчивал, и, значит, в армию художественной. И в мастерскую там работал, с этими. Ну, там у меня было свой мастер свой. Дугал свой. Вот. Ну, там большое помещение. Вот. Все места хватало было. Вот. В художники архомедельно, в основном, все собирались. Ну, я мечтал, конечно, в своем мастерской когда еще работал. И сейчас снова мечтаю. Сейчас снова мечтаю, наверное. И как-то так вдруг обнаруживается. Вот. И, представляете, значит, отец обещал, вот, давай, даже свою мастерскую мне приобрести. Вот, значит, вот так. А потом отрекались к меня. Потом ультимантный год. Либо мы верим от Бога. Вот. И, конечно, это было, ну, страшно. Выбор он для меня будет. Очень тяжелый для меня был выбор. Не то, чтобы я выбирал. Я не мог даже выбирать просто-простому. Я... Я жизнь не представлял вообще без Христа, без Бога и без Библии. Понимаете, значит, я не выбирал, в смысле, вот, взвешивать выбирать, что же вы... Нет. Выбор был страшный в чем? Что в осознании того, что я иду дальше с Богом, а, значит, семья моя, они отпадают. Вот это очень невозвратно, конечно. Я с одним священником разговаривал, конечно. Вот. Ну, не в самом районе, а там еще у нас такой городок, по-русски области Болхов. Там один храм был действующий. Когда-то там очень много было храмов. Такой город был очень красивый. Я смотрел фотографии, ставили на революционную, там много было храмов. Вот. Все порушили. А какие остались храмы в связи с этой весы? Только один храм, действующий там, 12 ушей. А когда-то там было около 50-ти. Представляется? Там городки. Глава вообще, да. И огромный собор. И вот я с этим священником познакомился. В провинциальных городах в Заколуське. А я туда как художник приезжал, как раз, недавно. И, ну, ребята там на тренер. Я тоже на тренер. Все равно я выставил как ха-ха. И как раз со священником пообщаться. Я об этом священнике просто много слышал хорошего. Такой порядочный человек. Вот. И он мне рассказал, что у меня та же самая история. У меня еще даже еще крушенную историю. В конце 70-х его отец, он был... В этом Парновском райкоме партии вторым секретарем. Вот. Значит, там, значит, там... Я там... А комбом партии. Не знаете. Вот. Значит. И... Значит. И мама тоже была по партийной линии где-то там. Вот. И тоже партийная семья. И он рассказал мне, что вот так вот. Они не только отвлеклись от меня отвлекались, но даже и в газете опубликовали там отречение вот такое, значит. И даже, значит, там, как бы на сознание кома партии, вот, значит, там, присутствие вот всех там участников. Вот, значит, отец публичный, демонстративно, торжественно отрекся от сына, от него. И, значит, этот священник у меня рассказал, что, знаешь, вот, я как-то, очень тяжело до сих пор вспоминать. Но вот я пересектировал и, значит, и пережил. И, говорит, теперь вот я и жалею, что я пошел, да, чтобы за Богом. И он поделился. Для меня это просто рассказ такой. Он был, новый священник. Ну, как он, блин? Тогда он для меня дался, значит. В зоне. В зоне. Вот, значит. И, значит, он рассказал, что, да, вот, значит, что у него была такая история. Мне это помогло делать. Он припил на меня. Ну, конечно, в газете мы, видите, не публиковали ничего. И, там, в лакоме партии ничего не говорили. Но мне рассказали лично, родственникам сообщили, что наш сын, то есть я умер, все хорошо, нет сына. Вот, значит. И, значит, и бескакли как мертвый. Значит. И, что, все, верующий умный. Конечно, он отпечатает, трудно все, но он переживает все. Да, приветствую. И, знаете, потом, конечно, прошли годы. Уже прошли тогда годы. Там лет десять, наверное, собственно, прошло. Родители, слава Богу, покаялись. И снова так покаялись. Они шаги стали делать вот так Богу. Вот. Даже попрестились с вами, там, значит, там, в том же храме, где начинал служить. Вот. И даже на приход ко мне приезжали когда. Вот. И в девяносто первом, девяносто втором годах я слышал уже о грязани. Вот. Вот как раз маму и папу приезжали грязани. Грязанского область ко мне на приход. И даже сказали, между прочим, такие слова, что слава Богу, что у нас тогда не прослушался. Вот. Обошел каким путем. Вот. Но, опять-таки, некоторые годы пришлось вот перетерпеть. Пришлось очень тяжело. Но это самые первые испытания были такие. Веры. Вот. Самые первые такие, ну, больные тогда очень. Но в армии были другие испытания. Очень суровые, конечно. Первые полтора года было нормально. Вот. Я потом стал понимать, что тот офицер, который меня покрывал все время. Ну, я так понимаю, подозреваю, что он, скорее всего, был тайком верующий. Вот. Он сам был в Западном районе, кстати. Вот. Где-то вот с вашей краю где-то зателал больше. Вот. И я так понимаю, что он, хотя коммунист, офицер, все, но он, видимо, где-то там, в душах, где-то он все-таки был не против Бога и даже уважительно к мне относился и все время покрывал меня. Вот. И я, вот, вот, работал, был нормальный мне. Служить более-менее. Вот. И, ну, по ним было жаловаться. Даже, там, часто было и в церкви. Вот. По любым поводам и без повода. Вот. Вот. И, вы знаете, но последние полгода была очень тяжелая служба, потому что новый офицер пришел, вот, и он был ярым таким коммунистом и ярым изможником. Ярым. Яростным даже. Вот. А наша рота была образцовая, в полку считалось. И... Это самое интересное. Он привнен в виду меня в начале штата. Этот подпаковник был в виду меня. Хотя, никаких замечаний в адрес по службе не было абсолютно. То есть, если другие ребята, там, самоболки, там, что-то еще, значит, там, какие-то там проблемы возникали. В адрес никаких проблем не было. Нареканий. Вот. Вот. Единственное, что, значит, для него это было. Я был прошивавцой для него. Потому что мое личное дело, которое у него лежало, значит, это не по-новому сказали, спустя какие-то бывшие, ну, работники штата, который стал потом диагономом православным православным православным. Вот, значит, и он сказал, что на том деле было написано, еще в аликомате кто-то написал, чтобы, значит, верующий. Ну, вот, и, как бы, поэтому для него это, полковник, это полковник, это было как будто бы я был из воин. Вот. И, ну, о чем хочу сказать, что вот там, в парке Форте, я об этом вспомнил, и о том, как был в карцере полтора месяца последних суток, был в карцере, и сравнил его с грузовым лифтом, ну, как грузовый лифт, застрявший на полтора месяца. Только холодный, цементный мешок, полумрак, вот, значит, и, в общем-то, тоже никакой тренинги, ничего, нам не укладывал. Вот, все. Вот. И, так интересно, ну, рассказал об этом всем, о том, как Господь явился ко мне в карцере, о том, как пережил чудо в своей жизни, о том, как последующие, там, две недели я находился в этой же карцере, а все было совершенно иначе. Вообще, потому что, ну, этот мир и радость, которые нельзя надо передать просто-поставить. Переполкали сердце. Вот. И это было чудо, такие для меня отношения. Ну, я все рассказал вам, значит, на камеру поманился, может быть, потом выключил камеру, поманился, иду пока снова поднимал банку. И, представляете, значит, когда поднимаюсь в квартиру, а я там на тринадцатом этаже, вот, и застрял. И, значит, и кнопка, там, вызова никакого не было, значит, там телефон был случай такой, значит, там звонил, никто тут не берет. Я так, и тут мне такой, Господь, спасибо тебе, ты мне как-то дал снова, как прочувствовать. Я думаю, да, если у меня пару дней будет умирать, я буду больницей. Просто, просто какие-то, вот, я хочу помочь с собой в мире, и мне так хорошо вдруг. Я даже не переживаю вообще, достану, не достану, мне когда достану. Вот. Сижу там между этажами, на этом лифте, к лифту, молюсь, Богу много даю, за все, значит, молю. Вот, значит, но какое-то переживание интересное было. Вот. Ну, долго не сидел там, часов, значит, там, а потом, значит, еще раз, думаю, беру, еще раз позвонился. Вот, приехали ребята, вызвали меня оттуда, значит, и, знаете, интересно, потом думаю, ну, у Бога тоже, какой-то юмор тоже есть. Да. Он мог бы меня вот где-то там посетить, так вот, сильно присутствовать в своем, ну, уже в парке, или в том же парке, допустим. Вот. А вот как-то особенно сильно так вот посетил меня, блифт. И иногда так стол закрывает, как в пространстве каком-то. Ну, так интересно было. Вот. И вот этим этим делюсь. Ну, а там, конечно, когда в армии, там, когда был в карте, там, я же не знал, что полтора месяца прошел там. Вот. И там уже это было очень сложно. Вот. Ну, физически было почти возможно. Вот. Ну, для меня, по крайней мере, да. Вот. Это, по-моему, холод, голод, как бы, обезвожжение. Вот. Вот. Потому что, там, значит, первые сутки, там, или трое, что не помню, вообще чуть-чуть добавили. Вот, значит, и на вторые сутки, куда, там, полкушки такой воды такой, жиже такая просто очень страшная. Вот. Вот. В нормальных условиях их не будет, что-то. Вот, по-моему. Ну, там даже это, по-первых. Может, и не хочется вообще. И это, на третьи сутки, по-моему, добавили уже. Не помню. По-моему, третьи сутки. Вот. А потом, мы говорили, еще сутки, еще сутки. И, там, значит, холодно. Вот. Ну, представьте, полтора месяца не спать. Не есть. Вот, значит. И почти не пить. Ну, вот это, не знаю. Такое вот было. Вот. И, плюс, у человека флоркой воняло. Там, просто, издевались именно на дверях. У меня, там, у нас, в карцере, там, ну, в этом, ноговом пахте славился, так называемый, аквариум. У нас назывался. Это, когда, там, некоторых, там, бунтарей, там, или как-то, там, или прогнившихся, сажали до отказа, наливали туда, на пол, два-три бетра воды. Вот. И совоку вонтили. И закрывали. А там почти герметично. То есть, это сразу. Это какие-то секунды жизни. Потом отключается еще. Стере сознание, другую форму в троге. Вот. Башка вот такая. Слезы. Сопли, слезы. Все. Все обжигает. Моментально обжигает. Потом кровью харкает. Значит, человек, значит... Ну, вообще, страшно, конечно. И при поступлении туда, значит, когда я в авто, значит, обычно обливаю сразу тычень, почки сразу обливаю. Вот. Ну, это процедура, такая стандартная процедура. При поступлении туда. Вот, значит. И, конечно, это было все. Более, чем это. Тем более, Ланн, значит, за что-то там проштавился допустим, да? А попал-то я даже сейчас не помню, за что-то, собственно. Вот. Но он мне объявил там трое суток арестов. А потом мы добавляли еще. Еще сутки, еще сутки. На пробежке у меня как раз зацепил, у меня на пробежке офицер, у меня был крестик, я рубля был. Вот тогда пробежка, значит, у меня там холод, крестик вылетает там, как и не заметил я. Вот. И товарищ сразу сняли. Я говорю, ну, извините, не могу. Сразу сутки аресты сразу снять. Пошел туда на группу. Вот. И, значит... Ну, я так понимал, что дело-то не крест, и даже, ну, в самом крестике, что ему было поперекорно, что, значит, шло, вот, человек ведущий в его роде. Тем более, это был блатной офицер. У нас были такие блатные некоторые офицеры такие. Вот. И, ну, как-то такая золотая советская молодежь. Вот. То есть их родители были где-то там тоже в балкумах, там и, значит, там, и прочее-прочее при Порфире. Вот. А его, значит, он был молодой. Старший лейтенант. А его отец был генерал-полковник, командующим военному округу. Вот. Ну, как бы, не нашего округа, но все равно военном округе. Западного округа, когда же. Вот. Значит, и, в общем-то, поэтому, наверное, это его еще больше воздражало. Вот. И, конечно, выживать. Я сейчас сам являюсь. Как я вообще выживал? Ну, корейболе, допустим. Вот. Он, там, значит... Вот некоторые вещи прошли. Вот 30 лет прошло, допустим, значит, да, он до сих пор смотрит некоторые вещи, ну, скажем так, неприятные просто. Но и больно это вспоминать даже некоторые вещи. Вот. Просто, как шла, где шла, как шла на пилисах. Тон расположения роты с одиночек. Поднимают меня, значит, и просто отбиваются. Вот полностью все отбивают. Вот, значит. И потом, значит, обуваешься. Портянки загорались. У нас не загорались. Загорались. Только одни керзачи. Одеваешь керзачи. Двухобай, значит, керзачи, значит, шинель накидываешь. Шапку. И на мороз. А там как раз морозы были. Ниже 30 морозов. И до утра, до подъема на морозе. По плацу. На боссу ногу в керзачах. Вот как я вышел, я не знаю, как я прошел, честно говоря. Потом, значит, просто входишь и уже потом уже первый час еще нормально еще молишься. Второй час уже понимаешь, что все. Уже ты их не чувствуешь просто вообще. Просто идешь, как будто к удышке просто. Просто нахуй ты выдаешь. Вот. И, значит, до утра к подъему захожу. Я, значит, просто уже в кровать просто падал. У меня, ну, ног не чувствовался. Как будто их нет. Но пол совершал чудо. Вот. И мы работали. И, как бы, потом отнимались и мы снова. Потом снова, значит, я смог ходить нормально. Вот. И другие вещи, другие. Сейчас вспоминаешь, просто даже удивляешься. На полигоне. На полигоне, там даже эти вот у нас там все жарко, все думали, что я не выживу. А я выживу. Целый день на броне был. На морозе. Вот. Расчистка полигона. Там максимально час он выходить с того, значит, на броне. То есть это на даме. Ты должен спрыгать с танка. Сталин 85. Допустим, эти. Усталбы деревьев там, чтобы еще что-то еще. Расчистка полигона. Вот. Значит, потом запрыгивать на танк. Нужно очень все проробно делать, потому что там троится быстро, значит, и там нужно не слететь с брони просто. Вот, значит. И час максимально находиться на броне было. А этот целый день на броне. На морозе. Там есть буршлаг. Здесь было как панцирь. Просто так. Как рыцарь ходил. Вот. И как выжил тоже. Они бог только знает вообще. Вот. Но куда он управлял меня? Ребест его жирал. Самое интересное. И вот последнее. Вот он поплялся даже. Как-то там. Пообещал, что он перестроен рот и прям. Построен рот. То есть вообще рот, как будто никого не видел вообще. То есть только лишь ягин был. И, конечно, обидно было неприятно, но Бог упреклял. И знаете, потом было следующее. Вообще это, как вспомним. Он пообещал, что живут, я не вернусь, короче, до него. И, значит, чтобы бесплатно поправлюсь. Мои уже все стали войнятся. Вот. Он писал, а я должен был пойти в диспат. То есть еще кто-то работал там. А, нет. Вот. Война и тюрьма. Вот. А там мне потом передали писать. Передал его слова. Диспат. Вот. И он объяснил, что там, значит. Вот тот московский область в диспат. Куда должны отправить. Я так сказал. Что, значит, то там его родные дяди начальники. И они где-то, где-то, где-то делают. Ну, обычно вешают кого-то и потом на самом деле списывают. Вот. Из-за того, это списать легко, в принципе, салаты. А без бата тем более. То есть там процент списываний, значит, состава, он гораздо больше. Вот. До 3-х процентов. То есть можно списать солдата. Без всякого, абсолютно. Просто бумажные вопросы. Не хотелось дебильные, как вперед, таким словом. И вообще, как-то все это как-то глупо, думаю. Вот. Слишком далеко все зашло на это противостояние. Но там в полку все уже знали об этом противостоянии, конечно. И офицеры все. Честно говоря, многие офицеры этого стажего лейтенанта его не любили, этого офицера. Многие офицеры, большинство, не любили его. Вот. Он его с ним очень так вот нагленно, вел себя всегда так, очень так, ну, вызывающе, потому что он считал себя самым таким владельником в полку. Даже когда был в воскресенье полка, всего, допустим, представьте, весь полк на полцу стоит, офицеры все взводные, родные, все идут, значит, командир полка, выходят вперед. Вот. Все стоят с миром. Командир полка стоит с миром. И со всех этих там, десятков там офицеров разных, лишь один наш опыт, старший лейтенант, стоял вольно, демонстративно, перед всем строем. И офицер, и солдат. Понимаете, это так вот не говорили. Ну, он как бы горелся тем, что его отец, мама, дочь, радиокругом, а его тесть, он к нам тоже, тесть приезжал вместе с министром обороны, министром подручил. Вот. Он старший прокурор на Московской области, тогда, в 80-е годы. То есть, ну, вот, такая фишка, такая, как-то. Вот. И из Донбит. И... Ну, у Марсина тоже шляпа, шапку, такую, фуражку. А у обычной советской фуражки на себе все же, а у него была такая кеталеновская такая, то есть, как аэродром. Бригада возле полочка. Даже сапоги у него были другие. Не как у всех офицеров. Такой кожаный, такой, крокодиловый кожаный. Ну, ну, не по устаму. Ее установили, а на сапоге вообще. То есть, как бы... И это все-таки было демонстративно, как бы все-таки было так вот. Ну, понимаете, понимаете... Я, кстати, офицер тоже общался, ну, слышал, о чем они говорят, и понимал, что им ноги поперек были просто. Вот. Вот. Велся бы очень надо. Но самое интересное, вот он задался целью просто меня извести. И... И вот туда, в конце, вы посадили меня. В очередной раз. Я думал, трое судов пройдет уже все. Я перетерпел. Ну, трое судов. Можно пережить там. Вот. Но когда трое судов закончилось, ну, ротом в корову заступает. И... Мне объявляют еще там, я не помню сколько там, сутки или трое судов там объявили еще. От команды... Не помню кого там. От животного, что ли. Ну, не важно даже часа. От того уже не так важно. Хорошо. Прошли эти сутки там или трое, то, собственно, прошло. Значит, я уже думал, уже все. И... И новый рот заступает. И меня объявляют. От... Комната, значит. и еще остаюсь вот это да значит а потом значит от кого-то еще от чего-то еще не помню ну и так нападали еще на месте я просто молился пытался там тихо но как мог и еще нападали сутки вот часть не вернешься если вернешь и отсюда уйдешь только лишь убежишь насчет и прочее и потом еще еще и вот так вот набежал у меня полтора месяца ну честно говоря месяц заканчивается пребывание это настолько развивалось как сходить что-то уже находиться в таком замкнув пространстве холодным цементным решением полумраке постоянно лишь раз в сутки лишь такой свет передали электрический вот а так полумрахом с окошечками слава очень пусто освещение вот это добивало не спать не есть и холод холод мне казалось я пронес да то есть это да ну дальше не могу то есть ну вообще полностью промерлся я согревался лишь поднимогу приседал чуть-чуть от жена еще чуть-чуть и вот и поднимога кровь разыгрывался и вот немного согревался вот и там теплодом почти навеваем батареи викинг ну и все равно ну такая работа это как бы очень жесткие условия и плюс еще и поднял этим флором это ассута первые Такого-то невыносимого, просто там сок и слезы, и все сразу. Вот, и, ну ладно, там, конечно, еще и не обочина раз убили плечи печень, все, значит, подбивали, кровью хоргал, вот, значит. И, знаете, вот такое состояние такое было, что вот уже, ну, я не понимал многие вещи, но вот сейчас я понимаю, конечно, что это дяло-то как-то тоже туда. Потому что мысли такие, вдруг, ни с того, ни с сего такие, ну и что, как-то, тебе больше это всех надо, что ли? Кому что-то доказало вообще? Вот, ну, что там, как-то, твои все уже повольнялись, а ты сидишь здесь, вот, как дурак, вот такие мысли, я думаю, кто? Ну вот, начали же молиться, как-то, что он мог, как-то вот обращался к Богу, и все это уходило. Потом снова приходилось, снова уходило, вот, в таком состоянии. Так, ты сидишь. И знаете, что потом произошло? Значит, вот, и вот, был в таком состоянии уже, за месяц этот, уже, какой же это ремонт? Вот никаких сил не было, абсолютно уже, абсолютно, мне вот, неважно, без плат, туда, лишь бы оттуда просто выйти. Я был готов на любых угостить даже, уже, как-то, получается, против себя даже, что угодно в этом портфелите, или что у меня тут просто выйти. Ну, видимо, это надевались, но я так понимаю, не знаю даже. Вот, но и в таком состоянии уже ужасное. И, как вы же были ремонт? Просто садился на цемент, наверное, вот, ну, целый месяц стоять, глядя, на корточку, кто-то снимает, вот сюда тоже, конечно. Вот, а садился уже на цемент и сидел просто, потому что, значит, ну, ослабился совсем. И, представляете, и в этот момент я вспомнил кое-что. Я, значит, эту армию мало что читал, ну, из духовной литературы. Ну, тогда и не было так, вот, такой обилий. А у священников, особенно тогда, ну, в то время так, не набросишься. Ну, у одного просил, у другого кое-что взял, почитал. Интересовался. Вот, Библию читал, да, два, несколько раз. Причем ее полностью, да. Да, но, вот именно из духовной литературы, из духовной литературы «Православный Мало» что читал. Но в этот момент мне вдруг вспомнилось кое-что. Очень четко вспомнилось. Рассказ о Георгии Победоносце, вот Юрии День. Вот, Георгий Победоносец. И мне как-то так вдруг вспомнилось, не знаю, его рассказ о нем как-то особенно вспомнился. Ведь он же был офицером, по одной из версий даже молодым генералом. Вот, и он живущий в конце третьего, начало четвертого века. Ну, как раз вот время такое, не поймешь, переходное. И гонение, и потом уже свобода объявлена. Но он, как бы, не дожил без свободы. Вот, во время гонения его газели. Вот, как раз последовательность этих яростных гонений. И вот, значит, Георгий, ну, ему тут приписывают сами там литерды, и что он там драконов был каком-то, там еще там спас прекрасную полицейсу. Такой рыцарский роман. Хотя, кто знает. Вот, с какого-то последнего резиновского периода нашел. Вот, ну, а как? Динозавры. Ну, по крайней мере, я считаю, немного что говорят. Вот. Рассказывают. На Кавказе верят, что он был ощущать за эволюции на Кавказском. Кто знает. Ну, одним словом, был, значит, такой генерал-офицер. И когда легионы эминские вернулись, ну, если вы понимаете, там, с походы, с первого членового, у них была обязательная программа жертвопоношения бомба. То есть это, как бы, значит, просто государственная религия, и присутствует там император, весь офицерский состав, присутствует, весь личный состав присутствует, поэтому, как бы, в легионах, значит, это было обязательно. Там даже знамена регионов были, значит, в честь богов, то есть, как бы, посвященных богам. Поэтому там, как бы, и двубоконство было, как бы, нормой. И, представляете, после этого похода, когда должны были сделать жертвопоношения бомба, Георгий вдруг отказывается явиться на триумф, то есть это отношение все. Мотивирует тем, что рассказывает тем, что он христианин, вот он не хочет принимать участие в этом все. И по-хорошему с ним пытались поговорить. Вот, потом по-плохому его арестовали, его избивали, допрашивали. Вот, он лишь признавался в том, что он христианин, и верит в Иисуса Христа, и для его поклонения богами, зачастую, это мерзость. Отказался человек. И вот, почему я вспомнил в этом эпизоде. Его однажды, там написано, избили его, и бросили в Казима. И если он до утра дожил, то должны были его казнить. Но его так жестоко измерили, что думали, что до утра он не дожил. И представьте, такое вот чудо описывается там, когда, значит, утром лейгера открыли Казима. Они увидели живого, здорового, без следов обоих каждого человека. И Георгий объяснил им, что к нему явился туда, вот, в камеру Иисус, и ему полностью их сценили. И вот эти вот солдаты, они, ну, веру, они понимали, что за этих подлодку не погладят, они понимали, что за этот смертный праздник, но они исповедовали Иисуса, они кричали на то, что велик Бог христианский. Вот, их взяли казнили в тот же день, вот, значит, Георгий еще продолжались потом испытания по жизни. Значит, но с самого момента, то, что Иисус явился и исцелил Его тогда, вот, поддержал Его, и исцелил Его. И я просто возобил к Богу. Я тогда научился молиться не вслух, а про себя, потому что Господь играл в момент, вот. Ну, максимально полголоса, я уже скажу, что полужет. Но, как, допустим, и со звуком ты молишься тогда, да? Можно громко молиться, да? Тихо, можно громко, можно кричать, да, потому что, да? Со звуком. То же самое, как и без звука. Можно тихо молиться без звука, можно громко молиться без звука, можно просто аять без звука. Вот, и я просто возобил к Богу тогда. В тот день я помню, что я понимал, что у меня сил никаких нету вообще, что все. И, значит, я просто возобил. И представляете, значит, я видел видение. Хотя поначалу я настолько раскидался, я думал, что он разошел с ума. А тем более, еще как бы, знаете ли, как Пушкин писал, «Не дай мне Бог сойти с ума, потому что лучше ползать с ума». Значит, и я, значит, а вот последние разы офицеры заходили, когда ко мне, значит, туда, в Тарцов, то, значит, некоторые из них говорили, «Ты еще нормально?» Ань, ты еще... Я думаю, ничего себе, не дай Богу, я еще тронусь здесь. Вот. Значит, и, представляете, и когда это началось, видение, то я первым высказал, наверное, сошел с ума. Вот оно, по-моему, оно и было. Но потом эта мысль, шальная она сразу ушла, потому что быстро. Потому что так хорошо стало было, что прям, знаете, как говорится, не в сказке сказать, а первым писать. Мне вот в писателе потом вспоминались, вот, что он не видел того глаз, да, не слышал этого уха и не прекратил то на все отлично время, что Бог приготовил любящего его. А нам надо открывать Богу чем? Дух Святой. Бог открывает Дух Святой на земле. Вот эти вещи потрясающие. И в тот день мне Бог на Духу святым потрясающие вещи просто. Ну, представьте, вот полмрака, наконец, уже месяц, да, и видишь в коридоре яркий свет, ну, электрический свет. Ну, от него же муришься, он, ну, все сразу больно у тебя, когда гонишь это. Он должен месяц находиться, потом с этим просто жутко. И представляете, значит, и вдруг, значит, когда у меня яркий свет, он действительно меня не ослеплял, я не жмурился, знаете, вот, то есть этот свет, он очень яркий, он ярче, чем даже сейчас на солнце смотреть, ярче. Но смуточно-яркий свет, глаза ощутились, ну, как, ну, так, просто, рефлекс. А здесь я не жмурился, я так потом понял. А еще интересно, этот свет, он, как вот художник, для меня это очень сильно поразило. Вы знаете, вот он проходил насквозь. Он не оставлял вот полтонов, теней, абсолютно. Он как-то насквозь проходил вот это. Я не видел себя сквозь, но он проходил вот так, прямо. И он был очень яркий, и он был теплым. Настолько это, невероятно. Знаете, вот, я аж не знал, когда что-то, микроволновка, конечно, есть там. А вообще, вот, на подобии, вот, я сейчас так анализирую, когда вот на подобии микроволновки изнутри не согревало. То есть, мои пальцы согрелись, такое ощущение, вот, а то, прямо, вот, реальное ощущение, что вот полностью весь прогрелся, до конца, до самого основания самого прогрелся. Вот, а здесь изнутри ты согрелся. И я внутри был очень теплым, горячим даже. Вот, кстати, еще две недели там я оставался, так, набежал еще пару недель. Но я оставался теплым все это время после этого. То есть, я не остывал. Я тут уж вышел, и я теплым вышел. То есть, я не остывший. Это удивительно. Этот свет согрел меня, и он очень яркий был. И когда он закончился, этот свет, то не было никаких, там, заличек от этих вот, после яркого света в темную сторону попадаешь. А это снова полумрак, снова вот эта стена я вижу, снова к стену, а то нет, оно как будто бы исчезло. Но я стоял после яркого света, который вот так вот насквозь проходил. А здесь снова стена, снова полумрак, но ни заточки бегали. Никак, то есть, все было хорошо дальше. А самоубедение было такое. Вот, в этом свете ярко. Я вначале был удивлен просто, поражен этим светом. И очень, как он такой, какой-то радостный, что ли, не знаю, как передать это даже. Вот. А в этом свете еще ярче свет. Хотя это невозможно так ставить себе. Он у нас настолько яркий, что что-то ярче еще, а кто-то соплисается. Но, оказывается, есть еще ярче свет внутри этого света. И точно сразу в духовном мире, я так понимаю, сразу понимаешь, что есть что и кто есть кто. Вот, когда Гуси тогда преображали, да, то, значит, Петр, Иоанн, Яков, они же не видели фотографии там, не ресурсов, не было же, там, значит, да, Моисея, Ильи. И они начинали, тем более, с просомок всего лет. И они сразу знали, кто это вообще. Они же не думали, не гадали, а кто же это такое? Шансы такие? Может быть, это Моисея, а может быть, это Адактюрия, может быть, его. Нет, они даже сразу, все представители сразу моментально понимали, это Моисея, это Илья. Все четко и ясно не буду. Вот в духовном мире сразу все понимаешь. Я четко знал, что это Иисус. И самое интересное, я, значит, и как художник, значит, да, я много видел, кстати, картин с Иисусом. Вот, и Барминаджи, Абузский музей, там, Третьяковки. Вот, но самое интересное, и многие продукции были у меня разные, иконы делали на их этаже, пробовала вот так вот, значит, и прочих прочих. Но самое интересное, вот таких вот Иисусов я не видел. Нет, это, он настолько счастливый, настолько довольный, выражение Donna, онrens como bravo, он, он так и был, это такой... Он довольный, извините, такой счастливый. Вот, знаете, вот я сказал «видишь, счастливый у человека в самый счастливый момент его жизни, да?» Да, а он еще счастливейший вообще! И вот он настолько счастливый, особенно счастливый, вот его глаза и улыбка. Вот это просто не передать вообще! И он такой, ну как, ясно, 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 все из этого ядра смерти, это более ярче, чем он это все еще. Представляете, это удивительно. Значит, и он шел, и вот вроде как так вот, знаете, вроде как обнялся, такое ощущение, вроде как обнялся. И он ближе, такой доволен, такой счастливый, такой улыбается такой. Я же, ну, знаете, это не передать такое чувство. Внутри меня, он чем ближе приближается, а внутри меня, знаете, вот, 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 ощущение запомнилось такое, как будто все мои внутренности, знаете, вот, напарокупали в этой грусти, они аж кипятыш. Сердце билось так, что вот, 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 вот ощущение такое было. Вот, но не больно, было приятно и очень так радостно иногда. И потом, когда он уже близко был уже, вот, значит, кто-то хотелось бы, да, и вдруг все, голос, не голос, до сих пор, не знаю, что такое было, и он все такая, что, как бы, достаточно, как бы, или доволен, как-то вот, как-то так вот. И все исчезло. Снова стена, я не вижу Иисуса, я, но ощущаю его настолько, что у меня аж все полохотало внутри просто-напросто, и жажда была. Ну, что, у него как бы, есть, у нас, не болело, по какой-то. Тот день у меня прошел, вообще, в таком вот этом… Для меня две недели, в последних вот этих… Даже, как мы нагарили мне, в следующие сутки, я был очень рад, вообще. И даже дьявол пытался новый по сводеку на спрятать, как Если с таким вот Иисусом даже тебя в рай, там будет рай. Вот у меня такое было сразу такое чувство, что вот с таким Иисусом даже в воду будет рай у тебя просто будет вообще. Вот это да. Вот, и по этому насчет этого дьявола не смог даже сверхъехотеку ставить. Автомат не принимал. Все, его полюбили. И вот, значит, интересно как получалось. Да, вечером много народа в природу заступает. И я не понимаю, что я улыбаюсь. Я все это время за эти часы целый день, я улыбался. Сам собой стоял и улыбался. Представляете, стоял и улыбался. И даже не как просто не съесть на земле, значит, не так было чуть-чуть даже. Просто стоял и улыбался. И все. Думаю, вот это да. Значит, я уже слушал, там, уже все уже сутки уже изучил, уже за это. Значит, там, те камеры открывают, на доме будут открывать камеры, значит, я понимал, что сейчас. Карты в самый последний раз. Вот, и мне должно быть интереснее. Вот. И представляете, значит, я понимаю, что, о, стоп, ты меня находит. Сейчас они зайдут. Думаю, что скажут, что надо обихнуться, наверное. Поэтому надо серьезное лицо изобразить. Но чувствую, я очень трудно это сделал. Это как обычно, у кого людей улыбаться не друг другу, да? А у меня, может, серьезное лицо, вот, заставит себя быть серьезным. Думаю, нет, ну надо же как-то, ну, все-таки серьезное место как-то. Думаю, стоп, и я здесь уже целый месяц захожусь, скажу, надо как-то, что-то изобразить, как-то, что-то, 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 что-то. Конечно, я попытался серьезно, серьезно. Тем более, ну, офицер, солдат, значит. И думаю, стоп, я поймал, знаете, еще на чем? Мне, я думаю, нет, мне надо держаться на руках очень сильно. Мне очень хотелось, да, кого-то обнять. Чтобы он тоже вышел стол. Я думаю, нет, мы сейчас не кинулись, что-то как-то, как офицера. И, как таковой солдат, такой, вообще, нет, поэтому стал серьезным и держался на руках. Так что, на самом интересное, офицеры заходили, но я так потом успал понимать, уже запустя, что, какое-то время, что они тоже что-то чувствовали, ощущали. То есть, там, как бы, атмосфера вот такая, в которую они попадали. Потому что, до того, они офицеры совсем в другом измерении. После этого они попадали туда, куда, вот, ко мне в карте, то, знаете, такое было чувство, как вот, допустим, это, в офис, в офис, в каком-то голос случае. Вообще, я даже, вы раздадите, извиняете, что, забыл. Вот это, да. И так потом они слушают, разворачиваются, уходят. Закрывают на что-то сюда. Вот. И интересно. Только объявляют, потом еще дополнительные, еще сутки, и просят вот так. Но мне было уже все равно, вообще, да. И я, вот, мне еще, уже рай. Меня уже здесь рай. Самое интересное, я это потом уже понял, что этот свет, он сделал какое-то чудо в моей жизни. Знаете, вот, мне не хотелось спать. Ну, вообще, просто смертельно хотелось. Так немного уснуть. Ну, как-то, ну, там нельзя спать просто. Вот. Не хотелось есть. И это непривычно не есть. А то ты, вот, когда привыкаешь, да, но было, вот, 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 мое тело чувствовало, как будто оно полило хорошо. Поспал хорошо. Пиво хорошо. Отдохнуло. Вот. То есть, мое тело было очень довольное. Насколько довольное, что вот, ну, как, ну, трудно передать вообще. Вот. Хотя, целыми сутками, я только лишь мог там стоять, и там, ну, два шага туда, там, четыре шага туда, сюда, значит, и все, вот тебе вот, и, как бы, и весь твой, ну, что-то, канцер. Ну, вот это. И, значит, и, представляете, значит, вот это, да, значит, и, ну, там было у меня ранено. И когда меня оттуда освободили, меня освободили, вот, меня из армии не увольняли, а освобождали. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, освобождался из армии. Вот, значит, я, значит, не знал, что мне делать. Значит, куда, что-то там, наверное, иди в часть. Ну, ладно, пошел в часть. Значит, прихожу в расположение роты, а я, значит, уже, кстати, полтора месяца, немыцы, грязные, а ротши. Как из окружения вышел, да, какой-то. Зашел в роду, там, большинство слова молодежи, я их не знаю уже. Там, ну, и все, типа, типа, кто-то дедушка. Как из окружения воскресенье, с бюджетом вышел вообще. Вот, так интересно. Вот, значит, и, помылся, пошел в оба, поел, значит, феррует пищи. И самое интересное, и не было никого там, ну, нормально, все нормально, как будто ел всегда. Вот такой свет. И потом, узнавая послезловие этого всего, вот, свидетельство, уже спустя некоторые годы, я все узнал. Ну, может, и все, но все узнали на небесах. Вот, но, может, и узнал. Вот, от одного бывшего врагащика, этого полка, который в секретной части полка врагов служил там, значит. И он уволился, как раз этот момент ждал, получается, конец 80-х. Союз уже разваливался, вот, и, короче, он на этой волне и уволился. И пошел в церковь. Он на эту тему слушал, хорошо, значит, и я ему там Новый Завет доставал, и, кстати, я там больше половины полка офицера срубил Новыми Заветами, хотя в то время была большая редкость вообще. Двадцать рублей стоила, в то время большие деньги были. Вот, значит, Новые Заветы, и плюс еще это дефицит большой. Но я у священника доставал, значит, понесли, каждый раз там, понесли Новые Заветы, вот, носил, значит, офицеры с водой, создавали. Двадцать рублей тогда. Большие деньги. Тогда мое все, солдатское жалование, за месяц было 350, я все, не помню, как-то там было. Вот, в нормальном времени всякие эти раздвижности, как бы, и... Вот, и, в общем-то, ну да, мама, в моей семье, в семейство это все получало. Вот, значит, и, представляете, интересно, и тот прапорщик, он, я его доставал, и Новый Завет доставал тут, вот, и, значит, мы с ним там встречались, когда там, пересекались, общались, вот. И он рассказал, что даже когда вот это было противостояние, когда меня выценили в канцер, многие офицеры, они, как бы, знали, что это совершенно произвол, без предел, но против того офицера даже слова никакой, знаешь, он настолько... Ну, перед ним, если начальник штаба у нас еще, кстати, ставит полковник, то, значит, кто-то о многом говорил. Понимаете, значит, ну, такой был, очень наглый был, ну, и... Но самое интересное, он рассказал, я не знаю, что случилось с ним потом. Я говорю, я не знаю вообще. Вообще, почему, ну, как бы, тебя с Владимиром даже не интересовался. Я, значит, вообще, когда был в расположении роты, просто позвонили, потом, значит, со штаба сказали Журавлеву прийти за документами. Я пришел, начальник штаба видел, ну, принял там документы, ПКП по правой имени, все, и у меня лучше след расслабил. Оно мне больше не надо там находиться. Вот, и даже мне интересно было, почему, ну, что, зачем. Хотя вопрос, ну, возьми, почему офицеров никого нету тогда? То есть, обычно, в основном, у меня офицеров больше, чем в Салатке. Все офицеры как вымерли, гуляли все. Ну, думаю, мало ли каких-то мероприятий. А там много всего произошло в то время. Вот, и самое такое тропичное, что нам произошло, это вот тот офицер, он погиб. И, притом, он чемпионом был по плаванию, утонул. Наконец-то не глядь. Вообще. Там утонулся, надо было еще не удлиться вообще. Его тело нашли когда-то. Ну, понимаете, там озеро Синеш, оно огромное возило. И, с другой стороны, там, да, там можно еще удлиться, как удалось, но, значит, с этой стороны, или часть, в принципе, да. Вот так вот. Поэтому нам слухи хотели, чтобы ему помогли утонуть. Вот. Понимаете, значит, тоже. Но, опять-таки, теперь только на небесах мы узнаем все подробности, что с ним там произошло. Либо с ним что случилось, либо ему помогли на самом деле донуть. Но тот прапорщик сказал, что после этого происшествия он точно решил, что он будет, ну, сейчас положили, служить к Богу. Да, будет к Богу. И он пошел потом в храм, стал служить в этом храме, как в Москве. Я тоже читал потом, на первой сексе. Потом в Москве. Он, когда мы здесь увиделись, я в Рязани слушал его восхищение только тогда. 92-го года тоже помню. Не помню. Катарску, он побежал. Просто 1-го, 2-го года. А он был уже дядь на мосты. Слушал. Вот так вот. И очень интересная история. И когда я услышал о том, что этот старший сын над Новоковом утонул, знаете, кстати, отец его был недавно еще жив, еще дожил до самых, ну, своих пород, до глубокой старости. Единственное сын, но вел себя совершенно не порядочно. Жалко, конечно. Тоже им уже поскольку жалко. Потому что те, кто угодно, верующих, они думают, что имеют дело только лишь с человеком, с нами. Понимаете? Но и если человек верующий, он, так, ну, не сильно погружен во Христа, да, в Бога, то где-то это и оправданно. То есть, как бы, это перескоп все идет. Но если человек вернул в Господа, да, то и Бог в нем, и он в Боге, то тогда, касающийся такого человека, гордителей, он неизбежно касается Господа своего отца, Бога. Поэтому, когда у меня этот бывший папа вообще рассказал ту историю, ну, что я не знал, вот те, вот ту информацию, у меня, знаете, у меня тогда шерсть, ну, может быть, такое ощущение, что он мурашки подпотел вот так, что, ну, как будто, вот, если было лошадь, то у меня дымом все стояло просто. Знаете почему? У меня было, что-то дошло до меня. До меня дошло тогда только, что ведь, а я специально за него, я не молюсь даже. Ну, так, в целом, это было доставляло, но не было бы я таких, как-то, мы хотели, то я читал, что, да, доставляйте родителей ваших, молите за ближайшие вас, упасть за ближайшие. То есть, то, на практике у меня этого не было. Вот, и, понимаете, я думаю, у меня аж потом приехал к Северязань, тогда на приходе было при нас куда-то Соловилинки, точно помню, Соловилинки, Михайловский район. Я, значит, и приехал к себе на приход, хотя я все разрушлял, уже дома, а все разрушлял. Я, конечно, не знаю, не знаю, что-то интересное. Вот, а что было бы, если бы, то бы. Было бы. Если бы, я, допустим, тогда бы молился бы за него, благоставлял бы его, и молился бы за родителя, вот именно целенаправленно молился бы за него, благоставлял бы его. А ведь, возможно, все по-другому. Ну, как бы, один из вариантов. Как, знаете, вот, внутрецов еврейских спрашивали еще о том пришествии Христа, это было еще, не помню, ну, лет за стоящего пришествия Христа. Один из вопросов мудрецам разной школы господской. Все предопределено? Судьба? Или же есть выбор? И, интересно, мудрецы дали ответ Израилу. Народ ждал ответ, и вот мудрецы вышли тогда на голову. Ответ был, конечно, обскураживающий. Они сказали, все предопределено, но есть слух. Здесь. Интересно. Вы истинные еврейские. Да. И еще почему? Потому что другом мудрец, уже Шамай, старший, лидер школы, школа Шамая, как называется, он сказал интересную вещь, что написано много дорог. Это как бы много реальности. Они есть. Просто какая реальность станет в этой реальности реальностью, Вот здесь уже выбор человеческий, играя в руки. То есть, вот сегодняшним днем, допустим, например, на каждой из нас прописано, как Шамай. Вот один был старший. Тоже, ну, нет, софтам до рождения Суства еще это было. Что есть несколько реальность. В этот реальный день они прописаны. Прописаны они весами, прописаны Сатама, противником. Есть несколько вариантов, как минимум, у каждого, в любой день, и вот какая из этих реальностей станет реальностью в твоей реальности, вот здесь уже на дороже играет, очень важный момент, потому что каждый из нас мог бы, допустим, сегодня не здесь, допустим, оказаться, но где-то еще, и была бы тоже реальная жизнь сегодняшнего дня, но другая реальность, она бы осуществилась бы в этой реальности. Интересно вообще. И вот школа Шамая, кстати, там школа георгии, школа Шамая, какие разные школы, они спорят между собой постоянно. И Иисус, он, говорю, за библией, там, в основном, школа Шамая была популярна. И, в общем-то, возможно, Иисус хорошо знал об этих учениях. Интересно вообще, наверное, что, не говоря уже, может, мы все знали изначально, по большому счету, потому что, как мы читали вначале, сегодня вначале было слово. И все через него начало быть. Абсолютно все. Спасибо Богу Смогущему за все. И я с того времени, знаете, вот, опять-таки, не всегда исполняю это слово. Не всегда. Иногда очень поздно подходит. Как говорится, как до утки на седние сутки. Не сразу подходит. Вот некоторые вещи, допустим. Но учусь. Допустим, когда кто-то там гонит, да, значит, правда, проклятывающего, значит, значит, очень важно, дарим на реакцию сразу, да? И чтобы Божья реальность становилась реальностью с будущего дня, да? И вот в жизни, не только в своей судьбе, молитва влияет на судьбу даже окружающих людей, на их выбор, даже вообще на их реальность. Это потрясающе вообще не стоит молитвы. И очень важно благословлять. Благословлять. Ну, к примеру, если так мотать назад, допустим, да, время начало. То есть, когда бы в Харси, я бы все-таки осознал бы это и именно обновляя бы, и молился бы за этого родителя своего. Возможно, в тот же день он не пошел на клярш в Харси. Может быть, он был бы у себя, да, в Харси. И сейчас я бы сказал, говорит, слушай, ну, не надо, не делай мне ничего такого плохого, что слушай, очень плохой слабый спрос. А он взяту и послушал бы. Ну, к примеру, одиночная, из сотни вообще, У Бога столько дорог каждому сердцу человечеству, потому что там просто невероятное количество. И поэтому нам, как христиан, действительно, Иисус, как Иисус поступает? Иисус даже в палачей своих, которые уже убивали, опасался куда дальше, ну, куда уже дальше, все. Они, главное, там поиздевались, избивались, они решили Его убить уже, все, конкретно убить. И толпа пришла, и чаще всего они собрались не рады нам сочувствовать, а зрелища, ну, раньше не было зрелища, ну, там, гадоща, прозвучение было такое, публичный тазик, вот, ужасно технику, вот, значит, и люди приходили на какие-то зрелища, шоу, и вот пришли на зрелища, тем более, вот, не просто там, ладно, там, двух этих магий, ладно, нормально, понятно, за что, как бы, а этого вообще не за что. Дорогу не остановилось. Вот, и убивали его, значит, и толпа, всякое говорило, я так понимаю, а религиозные люди вообще, прождесят, ожесточились настолько, других спасало себя, что не можешь спасти, вообще, вот, что откроется. И, знаете, для него обидные вещи, да, значит, но и палачи, они, для них вообще-то просто евреи и еврейские разборки, убьем и все. Вот, но они вообще захватчики, оккупанты, для них это вообще-то, ну и что, убить. Но самое интересное, Иисус в этой ситуации, да, Он благоставлял, молился, благоставлял, прощал, и вот это максимальное, что можно сделать, да, в этой ситуации было. Но это позволяет, вот, как бы, божественной реальности, в реальности людей земных, да, вот, осуществляться. Потому что в тот же день, да, значит, ну, в тот же момент, когда они шли уже, да, воззрелищие люди, многие, там, бились, это будет написано, да, значит. Многие сожалели вообще, что они пришли, как на развлечение вообще, вот, и, да, и потом тысячи людей покаялись, вот, Иисус, когда воскрес, Он, там, однажды, там, более, чем в детском празднике написано, то есть, там наверняка были и женщины, и дети какие-то, то есть, он тысячные собрания были, я так понимаю, Иисус явился. То есть, это уверовавшиеся были, вот, и многие бросились, конечно, кто-то, ажесточился за последнего, ажесточался, но уже здесь уже, как бы, хозяин барин. Вот, но, все-таки, когда молишься, вот, оставляешь, что это, вот, что-то совершается. И, знаете, вот это откровение, что Бог есть свет, нет в нем никакой тьмы. Никакой тьмы нет. Вся тьма в Боге, это все наши нужды человеческие. Вся тьма, которая, вот, на Бога говорят, вообще, в мире, значит, даже, в планете, в целом, это человеческие преступления о Боге. Это не само. Вся тьма, которая, даже в фильме встречается тьма некоторая о Боге, вот, темные места, которые можно, по которым можно Бог объявить, как бы, в чем-то. Даже эти моменты, это не есть Бог. Истинный Бог, истинная его сама, суть его сама, это свет, в который верит никакой тьмы, а все. Это вот истина, это право. Это благовестие, на самом деле. Вот, и это нужно напоминать, и Сибирь, и Бухаря, и, потому что даже, читая Библию, там, ну, как бы, нет, где-то шевернется, там, ну, надо же, там, какие воины, какие-то там, убийства, там, все, там, геноцид и вообще. Смотришь, то есть, можно при желании, можно, если да и Юре, вот, хранить Библию, да, можно и Бога обвинить, судом Бога, фильм, да. И вот, но, на самом-то деле, это суд над, опять-таки, не Богом, а над нами. Короче, он в нашем представительном работе вообще, над нашей верой в Бога неправильной, и над нашим образом Бога. Как Иисус сказал, божественная серия в вашем манесе, да, вот, завтра. Хотя, читая, да, Бог в этом. Ну, ладно, вот, и, вот, Евангелие, причем именно в этом. И сегодня прошли годы, да, вот, уже спустя годы все эти, и кто подошел похоже, я, скажу, что я, оказавшись вчера в этом лифте, в грузовом канцелях. Вспомнил о канцелях, вспомнил о тех, эти, происшествиях. Думаю, надо же, интересно, да, он мне свидание назначил так вот, как в лифте. Ну, да. И, знаете, сегодня, вот, мы на свободе, в здравии, имеем возможность, знаете, собираться, вот, это тоже благо, вот, слава Богу, в Украине есть эта свобода религиозная. Я вот эти месяцы был в России, сейчас и приехал, и четверо дня, скажу, есть в чем сравнивать каждый раз. И дорожите этой свобода, тоже, молитесь. Вот, дорожите этим, потому что это дар Бога, на самом деле. Это дар Бога. Если вы не Господь был, то сами. Вот. И, но во всякой ситуации, и когда гонят нас, и когда свобода, и когда хвалят, и когда ругают, во всякой ситуации очень важно, вот, взирать на Господа, погружаться в Него. И в периоды мира, и в периоды войны, и в периоды гонения, как-то, наверное, особенно, потому что я, Крымова, как бы, Бога, говорит, да? В период гонения особенно, как ты, Бога, ищешь. Но, и, нет, ну, слава Богу, конечно, что кто-то, может, так, идет Богом. Но, погрузиться в Него. Но, хорошо в периоды мира и в периоды гонения погружаться в Него. Потому что, когда мы, когда нас не болят, да? Когда мы, когда мы погружаемся в Бога, то мы способны быть, наверное, большим, большим еще благословением для окружающего мира, для окружающих нас людей, для всего окружающего. Слава Богу. Тоже, особо было бы невоевательнее было в таких молитвах. Тоже, молился за людей, за животных, даже за растения. Вот. И я знаю, что Бог благословляет. Бог благословляет. И, знаете, когда мы погружаемся в Бога, а Бог в нас, то мы способны быть благословением для окружающего окружающего. Вот. А когда нас болят, тогда это жизненно необходимо вообще. Хотя даже в юридике некоторых, Бог не даст им Бог покаяние вообще. Написано, интересно. То есть, Бог может дать покаяние. Я помню на Алтаве село, там горно Алтайск, и пропалил там поселок вот таких. Вот. Ну, такой край эго, как говорят. Там, конечно, я тоже, и все, как ты начинал. И, в общем-то, интересно, люди нам, тоже братья, одна цель, например, есть такая пророчествующая. То есть, там, большинство людей, они там пророчествуют. Вот, собрание, такое интересное, это старые посядки, там, еще от Галинина, да, вот это вот это. А потом, так это образовалось, там, из бывших сынов, потом те, кто сами уехали от Галинина, и местные, которые здесь поправившиеся. Ну, мало местных. Вот. Именно Алтайцев, собственно, коренных. Вот. Ну, это китайский народ таких, они такие короткие, такие, ну, чисто азиатские, они такие конденциалы. Вот, и, значит, и там они молятся вместе. Интересно, вообще, никого тоже. И один из прадед там, ну, он был, молодой пациент совсем еще. Вот так интересно рассказал, значит, ему было, значит, откровение, это было одно еще, лет 15, что ли. Что в России времена другие идут сейчас, и будут горения на верующих, вот, и прочее, прочее, там, неоспалинизм будет приниматься, значит, много и прочее, там, такие вещи я рассказал. В то время это казалось сказкой. Ну, как бы, даже приезжие, там, где кто-то брать, там, ну, верю или не верю, ну, как бы, ну, не рассуждать по сути. Вот. Но самое интересное, в его рассказе, реально, может, не сильно придал значение, но и многому, но вот одному придал значение очень серьезно. Он сказал так, что частично это было в общество, частично он рассказал свой сон. И он свой сон рассказал так, видел во сне, как христиан, там или нет, или нет, но убиение, и, как бы, их убивали, как христиан, и потом палач, он, как бы, встал, значит, и убивал, и он сказал, что я верю Иисуса Христа, так же, значит, и ехаю. То есть, я не помню дословно, но, как бы, он тоже упокаялся, он тоже уверовал, уверовал в них, как он сказал. Вот книжку я читал, потом еще интересную, мне дали, про «Сти Наташи», помните, нет, такая книжка, одно время популярная, на русском языке издавалась она, значит, издали ее еще в штатах еще, потом уже ее издавали здесь, назвать про «Сти Наташи». Вот, там, значит, это исповедь бывшего чекиста, значит, офицер, значит, КГБ, который издевались на две ручки, вот, и, значит, там он рассказывал, что одна, особенно одна была девчонка, но они ее заручили до смерти, короче. Ну, это было еще, еще были 70-е годы, еще были, середины 70-е годы, вот, так получилось, у него было слабое здоровье, но умерла, короче, после побоев, вот, значит, и, значит, атак не давали спать, и, значит, там, допросы, там, значит, все, из 50-х было много. Вот, и, значит, ну, и умерла, там, у них она. Но самое интересное, она ее до собрала, вот, ну, они слышали, они еще, наверное, смеялись еще больше. Вот, и самое интересное, короче, один из этих офицеров, который стал верующим потом, он, значит, покаялся в дом-аптистов, ну, тоже какие-то протестанты покаялся, вот, хотя раньше он, значит, был против этих верующихся, вот. Вот, и Бог помог ему, как раз, вот, в конце 80-х, вроде как бы по службе, не по службе выехать за границу, но быть, как говорят, невозвращенцем. То есть он обращается, там, посольство американское, просит, там, убежище, сливает информацию про КГБ, вот, как официально, значит, там, значит, все, чистосердичное признание, явно исправлено, все, преследовал верующих, теперь сам он в душе верующих, но явно не может быть. Короче, он у нас рассказывал, но ему потом убили, правда, уже в 90-е годы, ну, там точно неизвестно, но я разговаривал с этим, как, Борис Перчат, в Америке, правозащитник в Вашингтоне, в штате Вашингтона, все с ним общались, он из старых правозащитников еще, и он говорит, что, скорее всего, это было убийство все-таки, значит, ну, там, официально, как и сейчас, на случай произошел, вот, в середине 90-х. Ну, официально, вот, он успел опубликовать материалы, вот, и начнут, вот, такая, как мы исповеди, прости, Наташа, называлась. Вот, и поэтому к горителям отношение наше, вот, это такое благоставляющее, благоставляющее. А для друзей мы сможем стать великим благословением. И потому что благоставляющий нас, он еще больше благословлен. То есть, человек, который, ну, благоставляет верующих, да, если Бог, не он был на Боге, и благоставляет. То есть, если он проклинает, да, значит, то, ну, прогрессирует прокляция, да, значит, его жизнь, как бы, померантную сразу. Если благоставляет, то прогрессирует благословение его жизни сразу. Вот, ну, по-любому, что бы ни было, да, среди друзей, среди врагов, важно погружаться в него. Потому что, напоминаю вам слова Иисусу, да, когда он уходил, он сказал, что кто будет веровать, и крестница спасен будет. Но крестница, баптизу, да, напоминаю, что это слово, баптизу, означало погружение. Погружение, и плюс еще, это слово употреблялось для этой самой современной гранатологии, чаще всего. Вот, мне вот, потому что Гарри, я уже озоровал, передавали манчик, да, такие да, смачные. И я в дом, а к風нейшем не в гречи, но не померял, а в ту мамку, а запах, конечно, у насчик-поротой был, от калицы калютцов, Que представь, да, смачное, там и чесночок, и перчик, там и хрен, и все, вот, да, да. Они прошли просолку, пропитку вот этим всем. И вот наша задача тоже, как верующие, погрузиться к Нему. Кто будет веровать, не погрузится из меня тогда, может так перевести литературно. Кто не пролетает со мной, будет способен. А кто не верует, ну, получается так, и, как говорится, я там был, мертвый убил, у садиков вроде не попал. Вроде как бы выл, а вроде и не пропилах. Да. Но важно прославиться, пройтись, пройти этот процесс. Вот. Тем более это, скажу, что, если говорить о небесах, о жизни и конечной, свои плюсы там. Здесь свои плюсы есть. В этом временном измерении наше есть свои огромные плюсы, которых там не будет. Там, конечно, плюсы огромные, которые перекроют все и вся. Но есть свои плюсы здесь, особенно которых и нет, и нет. Во Вселенной просто. Здесь есть временное пространство. Вот. И есть уникальнейшая возможность просто, действительно. Вот греки называли это электропионом. Соотношение Божьей воли к воле человеческой. Когда в нашем судебном случае воля Божья исполняется. В одно время, да? Вот. И она исполняется каждый день вообще. Вообще-то, ну, в идеале. Просто потрясающе. Во. Когда в воле Божьей человек находится в такой, да? В соотношении такого. Когда вот именно Божья вот эта реальность, в этой реальности его сегодняшнего дня осуществляется, то даже как Филипп, он там, допустим, находился, да, в этом месте в данный раз, потом Анну взял его и перенес его в любое место. Не потому, что там нотовал Филипп, там, сейчас я фару запомнил, а не прочитаю. Нет, а потому что Бог его перейдил, потому что Бог находился в этой Божьей реальности. Такое время. Вот. Как, правда, я на 50-х рассказывал, да, свидетельство тоже у нас. Вот, когда в Сибири еще начало 90-х, когда мы прогуляли, это по Сибири, вот он пережил тоже период из одного города в другой. Вот это да, неинтересно. У меня таких не было, чипец. Вот. Хотя были еще и садры, иногда время останавливалось. Ну, потому что это я потом уже понимал. Потому что за тот период времени, в котором ты находился, в этой земной жизни, да, ты не смог бы столько сделать их, да. Но вдруг ты делаешь столько, что ты и не в состоянии было бы это сделать. Ну, чисто физически не смог бы это сделать. И потом я стал понимать, что да, это временное чудо. Бог может время разбегать, он может сжимать. То есть это тоже реальность. И опять, это все зависит от того, в реальности мы можем. В реальности мы можем. Вот. Если в реальности дьявола, в реальности сатана, противника, то, значит, там обратно на чудеса происходит. Обратно. Наоборот. Времени много, а они чудес сделали. То есть вот, как бы, вот, ну, прямо противоположные чудеса происходит. Это не чудо. Божье чудо. Вот. И если в Божье чудо человек умнеет, как бы, да, и развивается, дьяволский, он деградил, и тут ведь все исчезает. То есть вот, ну, выбор. Будущность участия, вы знаете, если погибли. А будущее правило, выяснили. Отец, благодарю Тебя за этот день. Благодарю Тебя за братья, твоих сестер, за всех, кто сегодня присутствует здесь, сейчас в этом собрании. Кто не смог быть, слово и слово, благословляю от Сима. Боже, Ты коснись и исцели его. Ты уже исцелил его, Господи. Да он пусть будет рад и счастлив, Господи, Боже, и пусть в следующих служебе будет с нами, Господи, потекаться с интересом Своим во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господи, Боже, благослови всех нас. Боже, пусть, Господь, Твоя воля исполняется в наших судьбах. Как Сын Твой, единородный Иисус, там, где все мамы были перед выбором, было несколько реальностей, и все они были хороши. Но он выбрал совершенную реальность, он выбрал и сказал, впрочем, не моя, а Твоя воля. Господь сготовил. И пусть, Боже, в наших судьбах исполняется, Боже, Твое Слово. Потому что вначале, оно изначально, оно прежде бытия этого мира, Твое Слово. Оно вечное, оно из вечности и вечности. Из вечности и вечности. И пусть Твое Слово осуществляется в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Всегда, всегда, всегда. Благослови, народ, Своим миром, Своим шаломом. Благослови, Господь, по богатой своей милости. Да благослови тебя, Господь, и сохрани тебя. Да призрит на тебя, Господь, свету лицом Своим, и помилуй тебя. Доброй сил Господь, лицо Своим на тебя, и даст тебе мир. Своим миром, и помилуй тебя. 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 Ибо твое есть царство, и сила, и слава. Во веки его веки. Аминь. И распусти нас миром, Господь. Пусть благодать Твоя, Господь, благодать на благодать. Благодать на благодать. Слава Твою Господь, Господь, благослови нас и в этом дне Божьей, и в последующем дне нашей жизни. Пусть, Господь, и сегодня, и в день вечный, святится Твоей Господой имя. Аминь. ГОВОШОСНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»